Приветствую вас и прежде чем ответить на вопрос, как понять вашего парня, я хотел бы задать вам вопрос, а как понять вас? Вы говорите, что он вам шлет любовные послания и вам приятно получать утром и вечером признание в любви, но при этом не важно, что он шлет это многим-многим. То есть вам самой получается не важно, что не только вам признаются в любви, вам самой не получается не важно, что парень делает это еще и с другими девушками, точно. Получается, что вы ради того, чтобы вам присылали приятные сообщения, готовые, ну, по сути дела, мириться с тем, что вы не единственная, мириться с тем, что вы не одна в жизни своего мужчины, понимаете? И здесь возникает вопрос, а вы хотите получать от своего, ну, от этого парня, вы хотите получать от него послание, вы хотите получать от него то, что вам вот нужно, то, что вам хочется, но при этом вы, если я правильно вас понял, вы не хотели ему давать какую-то обратную связь. И в таком случае вы удивляетесь, что он тиханул. Ведь если вы любому человеку, не важно, кому не даете обратной связи, это всегда, в любом случае, неприятно. И вот тут вот вам нужно для начала свою позицию, как следует определить, чего вы хотите сами. Если вы хотите, например, для того, чтобы вам признавались в любви, и вам не важно, что признаются не только вам, вам не важно, что признаются еще и, по сути дела, другим девочкам, то это одно. Но человек в любом случае не может делать это только в одни ворота, в одну сторону. В любом случае нужна некая обратная связь для мужчины. Это в любом случае, так оно всегда, к сожалению, было, есть и будет. И тогда можно говорить о том, что вы здесь, получается, просто либо поступаете эгоистично по отношению к мужчине, например, эгоистично, потому что принимаете его любовное послание, зная при этом, что он делает это не только с вами. Либо вы, значит, довольно-таки сильно нуждаетесь в том, чтобы к вам проявляли подобную активность. Вам это нужно, вы этого хотите, вы этого сразу же желаете. Желаете, и связано это с тем, что вы, может быть, ну, может быть, неуверен в себе. Может быть, вы как-то вот, ну, чересчур сильно нуждаетесь вот в подобном внимании. Но в таком случае опять нужно в любом, в любой ситуации нужно стараться отдавать. Потому что если не отдавать, то никто не захочет делать это все в одни ворота. То есть вам здесь, по моему мнению, нужно разобраться со своей мотивацией, в первую очередь, чего вы сами хотите от парня. Либо вам достаточно того, что он просто посылает вам любовные послания, и вам все равно, что он посылает их еще другим девушкам. Но тогда, если вам все равно, что он посылает это другим девушкам, почему вас, по сути, задевает то, что он обижается на вас. Вы же в этом случае не воспринимаете его всерьез. Ну, по крайней мере, его не стоило бы воспринимать всерьез. В таком случае, а вы, получается, воспринимаете, так чего же вы все-таки хотите, вот вы, именно вы, сами для себя. Определите для начала с этим, это очень важно. Чтобы в дальнейшем устраивать адекватную модель вашего поведения. Далее. Далее, то, что касается, собственно, поведения парня. Парень, вполне вероятно, ну, отчасти, отчасти, вот, так, как и вы, нуждается в женском внимании. И посылает всем любовное послание, любовное послание для того, чтобы кто-то, может быть, на них отвечал. И кто-то проявил бы желание, например, с ним сблизиться. То есть, парень хочет, чтобы с ним сблизились, парень хочет, чтобы у него появилась девочка, но он, вероятно, не готов, не может, не хочет искать эту самую девочку, а хочет получить ее, вот, таким, вот, немного, может быть, легким путем, путем. Но, тем не менее, он, просто-напросто, рассылает эти послания, и все. И ему важно, чтобы кто-то ответил на его послание. Серьезных чувств он не питает ни к одной из этих девочек. Ему сейчас нужно, чтобы кто-то был с ним. Именно на это он делает свой упор, именно на это он делает акцент. И, и, парень, просто-напросто, вот, вначале, когда вы ему отвечали, он, как-то думал, ну, вот, вы ему отвечаете, кто-то, 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 наверное, вообще не отвечает, а вы ему отвечаете. Кстати, вопрос, очень важный, а что именно вы отвечаете? Что именно вы отвечаете? Это вот тоже очень интересный момент, потому что, давали вы ему надежду или нет? Вот. Если давали, то это одно, вопрос, тогда для чего, зачем, и так далее. Надежду вы ему давали, если нет, это немножко другое. Значит, когда вы ему отвечали, мужчина думал, что, ну, вот, вы ему отвечаете, значит, вы ему, значит, он вам, простите, пожалуйста, он вам нравится. И, и, раз он вам нравится, то, соответственно, над вами что-то может быть. Ну, а когда вы на протяжении какого-то вот определенного времени просто-напросто отвечаете так же, то есть, ваша реакция не меняется, ну, он испытал фрустрацию, фрустрацию от того, что вы не оправдали его надежды. Вы не оправдали того, что он ожидал от вас. А ожидал от вас именно обратной реакцией. Но этого ничего не произошло, и в итоге, в итоге он психанул, и теперь кто блокирует вас, обижает, кто снимает блог в надежде на то, что, может быть, вы все-таки как-то вот осознаете то, что он вам нужен, и примите его подобного рода проявление активности. То есть, ваш мужчина ведет себя как довольно-таки неуверенный в себе объект, неуверенный в себе человек, неуверенный в себе партнер, и это его неуверенно в себе симулирует его еще и на то, чтобы он писал подобные сообщения именно нескольким девушкам. То есть, естественно, что всех тонкостей и всех аспектов ситуации я не знаю и не могу знать. Будет здорово, если в личной консультации вы расскажете, как обстоят дела, но на данный момент можно говорить о том, что его желание и его активность, направленные на сразу нескольких девушек, это, по сути дела, не проявление полигамности, или это не означает, что он бавный. Это означает только одно, что мужчина пытается почувствовать себя таковым хоть какой-нибудь девушкой. Вот вы и определите для себя. Хотите ли вы быть той самой, хоть какой-нибудь девушкой или нет? И уже исходя из этого, стройте свою модель поведения. Кстати, а зачем вам этого парня понимать? Он для вас вообще кто? Если он для вас молодой человек, или он вам нравится, то разве можно доверять такому человеку, который отправляет послание еще другим девушкам? Разве можно относиться к такому человеку серьезно? И если да, то ради чего? Для чего? Подумайте, пожалуйста, на эту тему тоже. Ну а я на этом заканчиваю. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Если понравился мой ответ, буду благодарен мне, чтобы сделать его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Вот. Желаю вам успешного разрешения данной ситуации и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok